Добро пожаловать обратно в ледяной гулаг, где все ваши мечты и надежды разбиваются о холодный барак, короче как и обещал записываю еще один ролик по фростпанку, не знаю последний, не последний, мне кажется эта игра всем зашла абсолютно, она всем нравится, по ней можно хоть 200 видосов снять, все будут рады. Как вы помните, в прошлый раз недовольный народ смел изгнать меня за хуевое правление, поэтому сегодня стартуем опять же с 15 дня с того самого, но на этот раз хотя бы понимаю, что я делал не так, что нужно делать дальше и что ожидать от крестьян злых, которым видите ли не нравится 24-часовая рабочая смена. Субтитры сделал DimaTorzok Сначала надо исследовать возможность найма разведчиков, чтобы их было больше и карта быстрее открывалась, потому что время тут неумолимо, оно не бесконечное, течет быстро, а температура, сами понимаете, постоянно падает и к концу игры тут начинается полный пиздос, поэтому надо делать все оперативно и быстро. Но это не про меня, поэтому нам пиздец, готовьтесь. Ну вот уже кто-то недоволен. Холод вызывает злость. Нет, на самом деле холод очень полезен. Сэр, народ в гневе из-за холода в домах, протестующие порицают ваше пренебрежение их страданиям и требуют немедленных действий. Лондонцы затесались в толпу и пытаются направить людской гнев против вас, нужно что-то предпринять. Блэд, лондонцы, опять они свою хуйню мутят. Ладно, пообещаю обогреть все дома, но если вдруг не получится, то приду к ним, скажу, держите счастья, здоровья. До свидания. А какой дом обогреть-то надо, я не понимаю, тут же везде температура повышена. О, экспедиция номер один успешно вернулась в город. Видите, вот для чего нужны разведчики. Мало того, что ресурсы пиздят, так еще и в спину стреляют тем, кто задумает с нашего города славного сбежать. Двойная выгода. Тут еще, кстати, можно камерой крутить, и я это понял так, к записи третьего видоса. Да, что тут сказать, ютубер не тупой. Тупые только эти бунтующие и постоянно жители, посмотрите, в каждом бараке жарко. Хули еще надо им, почему они просят отопление. Я построил паровой центр, потратил 20 стали, температура в бараках комфортна. Они меня нахую провертели и устроили за это бунт. Как? Сейчас надо построить еще одну угольную шахту, а то я смотрю, у них времени много, они тут на митинги собираются вместо того, чтобы работать. Сейчас времени свободного будет меньше, это я вам обещаю. Тела на улицах. О, теперь зато публичный дом строить не нужно. Сэр, жители недовольны тем, что негде хранить тела, оставлять мертвецов на улице вредно для санитарной обстановки и неуважительно по отношению к усопшим. Ну... А, я вспомнил, короче, вот на этом солилитейном заводе ребенок же погиб. Согласен, ужасная ситуация. Ужасная, потому что из одного пиздюка кладбище теперь надо строить. Ну, надо построить, так построить. Когда я вас обманывал в последний раз? Ой. Вы обещали, что обеспечите людей теплом. Вы не сдержали обещ... Ну, ладно, ладно, идите. Идите под крылышко, погрею вас. Лагерь американцев. Ого, мы Америку открыли. В лагере не единой живой души. Мы нашли из десяток тел истощенных людей. Удивительно, но большинство из них инвалиды с протезами. Ну, Америка ж хули. Они-то и правда лечат. В лагере американцев было вдоволь всего, кроме еды. Обыскав палатки, мы обнаружили жертв голода. У большинства из них были старые, но искусно выполненные протезы. Каждый символом компании Tesla Manufacturing Co. Мы можем лишь похоронить их и взять их снаряжение. Ну вот, а если бы их повара варили прекрасный, вкусный суп с опилками, каким я кормлю свой народ, все было бы нормально. Все было бы иначе. Все было бы по-другому, и они бы не умерли с голода. Видите, как все в Ебенграде хорошо. Так хорошо, что предлагаю построить еще одну угольную шахту. Я верю, что это именно то, что нужно жителям после вкусного опилочного супа. 24-часовой, блядь, рабочий день. Смотрите, разведчики еще что-то нашли. Надеюсь, что-то хорошее. Памятник несправедливости. Так. В центре поселения вертикально поставлен большой камень. Кто-то высек слова на шершавой поверхности. Да простит бог гения, что предпочел прогресс человеческой жизни, ибо мы не простим. Изгнанники Теслаграда. Мы не тронем памятник, но разберем жилищ, чтобы получить древесину. Ну попробуйте в Ебенграде такой поставить, нахуй. Увидите, что будет. Памятник, блядь, несправедливости. Наоборот, нужен памятник справедливости мне, как лучшему руководителю этих заснеженных ебеней. Если не я, то кто? А? Так, тут у нас что? Место аварии исследовать. Судьба забытых. Среди того, что осталось от экспедиции, было много ценных припасов. Осматривая ящики, разбросанные в снегу, у сломанного транспорта, мы обнаружили тела. Они были сплетены в единый смёрзшийся клубок, будто умирая, люди попытались найти друг в других и частичку тепла. Мы не можем ничего сделать для них, даже похоронить. Ну мы для них нет. Ну так и они могут сделать для нас, отдать нам добровольно свои ресурсы. Вот, видите, забрать ресурсы. В любом случае, лишними припасы не бывают, потому что всегда можно построить склад ресурсов с углём, древесиной, сталью, продовольствием. То есть, куда вам столько хапать, в фростпанке не сработает, не переживайте. Ладно, промотаем время. Не промотаем. Ещё один акт вандализма. Лондонцы снова заморали стены призывами покинуть город вместе с ними. Некоторые надписи даже содержат насмешки над вами. Там сказано, что вы не способны править людьми и делать то, что нужно для их спасения. Но это хотя бы не как в чате Твича, обзывают меня жирным и шутят про мой маленький член. Ну, я бы даже оставил эти надписи, но тут пиздец начнётся ещё больше, поэтому не буду. Лучше тут не шутить, а то слабину дашь, и всё, их не забанить, этих, блядь, правонарушителей. У меня даже тюрьмы нет, чтобы посадить туда бунтовщиков. Надо потом будет построить, но это какой-то закон ещё надо принимать. Короче, сложно. Сложно, не хочу. Чё они, блядь, сделают? Ну вот рисуют они свои надписи и рисуют. Что они ещё могут сделать? Ополченцы избитые. Капитан, дружинники, стирающие надписи лондонцев, подверглись нападению. Что-то надо сделать для защиты наших людей. Давай охуели, пусть стражники охраняют город, дайте им пизды. Они уж совсем от рук отбились. Надеюсь, этого хватит, чтобы защитить нас от подонков. Лучше поздно, чем никогда. Вот. Местные блогеры меня поддержали в своих твитерах, значит, я всё делаю правильно. Нахуй эту фабрику, короче, сейчас буду тюрьму строить. Вот, можно принять закон о постройке тюрьмы, тут ещё есть центр пропаганды. Чтобы дела шли хорошо, нам нужно знать, о чём думают люди, и распространять новости, которые мы хотим сделать достоянием публики. Центр пропаганды повышает надежду, показывает подробные сведения об источниках недовольств. Новая возможность позволит выпускать листовки, повышает надежду. Во! Вот это получше, наверное, будет. Первый раз я прочитал что-то перед тем, как подписать. Надо всегда так делать. Они спросят, как дела, и за нас ответят, что отлично. Будешь слишком жаловаться, тебя заглушат ложью. Ой, блядь, блогеры! Не буду я вашу хуйню блокировать, сидите, общайтесь сколько угодно. Но центр пропаганды я всё же построю, коль у нас нет телевизоров здесь. Будете у меня листовки читать о том, как всё хорошо. В нашем холодном мире у других вот вообще всё хуже, так что не надо жаловаться. Мы вон тут, смотрите, какую территорию отхватили, шахты строим. Люди вон с экспедиции возвращаются, живые и здоровые ресурсы приносят. Ну и не райли. Нужно их, кстати, заново куда-нибудь отправить. О, угольная шахта! Охуеть, сюда первым делом! Нам своих уже мало, будем из чужих добывать уголь. Посмотрите просто, как печёт генератор второго уровня. Сколько он жрёт угля. И при всём при этом я не могу добиться, чтобы один ебаный дом был дополнительно отоплен. Почему? Экспедиция номер один. Да какая экспедиция? Я тут домик не могу один единственный отопить, посмотрите. Не сдержал обещания, конечно, ебаный дом, который там... Я даже не понял, где он находится. Если я его найду, его сожгут, вы ж понимаете? Центр пропаганды построен. Надежда растёт. Не, ну я и так, в принципе, могу влиять на настроение людей. Ты вон видос выпустил, они и рады. Пусть предатели дрожат от страха. Порядок воцарится в нашем городе. Этот знак будет напоминанием для всех, что наш город, город порядка. Вот так, никакой пощады врагам. Слушайте, а подкупать блогеров не такая уж и плохая идея. Сначала они пишут, того и, глядишь, клипы начнут снимать. Слушайте, я... я нашёл подход. Самоубийство поэта. Сэр, один из жителей совершил самоубийство. В свободное от работы время он писал стихи о потерях, страданиях и смерти надежды. Центр пропаганды развернул кампанию против него, чтобы защитить людей от вредного влияния. Нас могут обвинить в его смерти, если только мы не обставим всё так, будто он напился до смерти. Не, я хочу лучшего для своих людей. Я не могу просто скрывать правду, быть последним подонком, который утаит это страшное дело. Поэтому я скажу всё, как было. Конечно, он напился до смерти. Вообще, видели этого пьянчугу? Сидит там, блядь, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Чё, стихи любишь? Как тебе такое? Пошёл нахуй. Люди вновь обрели надежду. По-другому и быть не могло. Я тут, кстати, кое-что заметил в книге законов, в разделе цель сейчас. Видите, тут есть какой-то горящий маркер. Я так понял, что если до него дойти, то бунды вот эти вот с лондонцами, они прекратятся. Они либо съебутся все вместе, либо останутся в городе, но при этом перестанут баламутить народ. Ну или третий вариант, его предлагал я, закинуть их в генератор, чтобы они вместо угля погорели, но что-то не поддержали инициативу. Ну-ка, агитаторы, что такое? Громко говорители, расположенные нужным образом. Они напомнят жителям о важности работы и повысит эффективность труда. Вау. Новая постройка, агитатор. Повышать эффективность рабочих мест поблизости на 20%. Блядь, теперь я смогу не только листовками их забрасывать, чё и ссать в уши целыми днями, господи. Где эта постройка была раньше? Но что скажут блогеры? Мы и так выбиваем все сил, бесполезно орать на нас. Теперь все узнают, как важен наш труд. Ну, как говорится, мнения разделились. Кто-то не хочет, чтобы на них орали, а кто-то нормальный работник. И угадайте, кого же из них сегодня покормят, а? Так, поставим у этих шахт ещё. И у исследовательских центров, пожалуй. Не, ну а чё там инженеры сидят на жопах, чё-то исследуют, думают, что на них орать не надо? Надо. Каждый день. Даже ачивку вон дали. О, пошла жара. Минус 60, хорошо прям вот так дало. Так, чё у нас по температуре? По температуре всё не очень, поэтому надо опять второй уровень включать. Тут просто перепады бывают, теплее, холоднее. И надо генератор регулировать, чтобы уголь почём зря не сжечь, ещё и прокачивать его при этом. То есть, чтобы радиус увеличивался, отопление. Во всех тепловых зонах температуру повышать, потому что, как видите, не справляются уже генератор на втором уровне. Его надо либо дальше докачивать, либо на форсаже сидеть. Плюс народ на угледобытчик. Сейчас ещё второй построится. Ох, заживём. А может и нет. Некоторых удалось убедить. Лондонис говорит с толпой. Он пытается напугать всех, чтобы как можно больше людей присоединилась к походу в Лондон. Но слушатели остаются глухие, ведь им нравится положение дел в городе. О, как это мило. Разогнать толпу. Как ты смеешь? Среди протестующих были невинные. Прекратите это безумие. Мы знаем свои права. Ха-ха, какие забавные. Блин, шахта. На шахте всегда... Ну, я так и знал. В шахте всегда происходит какое-нибудь дерьмо. Смерть от переутомления. Вполне вероятно, это был сердечный приступ. Да, сердечный приступ. Он так сильно всем сердцем любил родину, что взял и умер. Всё, выживание требует жертв. Пиздуйте работать дальше. Помните, они угольную шахту нашли где-то вдали? В общем, нужно построить теперь аванпост-центр, чтобы они могли транспортировку угля осуществлять с тех земель прямо сюда. Не знаю, насколько это целесообразно, и не погибнут ли мои работники за это время, но будем надеяться, что нет. Вот он отряд аванпоста. Я искренне надеюсь, что это всё не зря. Потому что 10 человек отправлять не весь куда, конечно, не очень бы хотелось. Они ж могли быть потенциальными работниками в безопасной угольной шахте на территории Ебеньграда. Они хрен там знают, откуда возить эти мешки. Сейчас он обморожение получит, коллегами станут, оно мне надо. Хотя я подписал закон о том, чтобы инвалидам выдавали протезы, но судя по этим вот иконкам, сдаётся мне, что-то нихуя мои законы не работают. У меня совсем мало времени осталось на убеждения лондонцев, хотя мне уже кажется, что эти 50 человек изменять своё мнение вообще не будут, и так и будут стоять на своём. Поэтому давайте введём последний закон, я надеюсь, это поможет. Новый порядок. При установлении нового порядка все, кто выражает сомнения, будут считаться предателями. О да, наконец-то! Послушание – высшая добродетель, без которой город не выживет. Наконец-то! Те, кто не следует общему пути, останутся на обочине. Именно так. Надежда больше не проблема. Будет организовано место публичной казни. Некоторые враги общества умрут, и кто это записал в недостатки, а? Прольётся кровь. Сэр, недовольный народ бунтует на улицах и требует от вас отменить закон. Люди говорят, что суть порядка – это совместный труд во имя выживания, а не использование жизни как ресурс уничтожения свободы ради того, чтобы у единственного человека было больше власти. Да нет, именно это и есть порядок. Где-то четверть наших намерены драться. Прочие безмолвствуют. Ну, как обычно. Прочие запускают самолётики с окна. В общем, стражники займутся этим. Я и сдам закон. Как говорил судья Дредд, я есть закон. Ёб вашу мать. О, надежда растёт. Она превратилась в послушание, охуеть, как же это мило. Труд и порядок. Мы избранные, последний рывок. Надежда для слабаков, у нас есть сила и отвага. Ну, тут даже я лучше бы не сказал. Ну что, бунт подавлен? Новый порядок. Ночь перемен. Наступил рассвет. Улицы окутаны безмолвием. Вы объявили наш город оплотом сильных, стойких и верных долгу. Нет места сомнениям и реакционерам, возмутителям спокойствия и бунтарям. Я ж сказал. С теми, кто угрожал единству города и новому порядку, уже покончено. 20 человек погибли, хуй с ними. Прочие отказались от своих убеждений. Неудивительно. Надежда больше не проблема. Это слово исчезло из словаря. Это нужно было сделать. Обещание нарушено. Да, да, надежда падает, конечно. Вы у меня теперь, сучки, послушные. Поняли, да? От бунта до послушания один шаг. А вы в меня не верили. Вот оно. Вот оно, идеальное государство Ебенград. Сэр, рядом с генератором возведен эшафот. Если вы прикажете использовать его, здесь будет казнен враг общества. Это значительно снизит недовольство. Да, да, да. И эшафот мы тоже испробуем. Я вам обещаю. Но только в следующий раз. Бунт подавлен. Все под контролем. Я рад, что мы пришли к общему знаменателю. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих сериях Бунт Панка. И счастья вам. Субтитры сделал DimaTorzok